Вы слушаете, вы смотрите телерадиоканал Страна АФМ, московское время, 14 часов 3 минуты 8 секунд. В эфирной студии Александра Хайрулина... Роман Шахов, друзья, и наши замечательные гости. Мы буквально через секундочку обязательно представим, пока же сообщим, что 17-й год на календаре, но, слава богу, 2017-й. Вот буквально несколько дней назад, 14 июня, в Ивановском зале Российской Государственной Библиотеки открылась выставка «Москва 1917. Взгляд с Ваганьковского холма». Мы сейчас подробно вам расскажем, но сначала представим наших гостей. К нам пришли гости. Руководитель проекта, замгенерального директора Российской Государственной Библиотеки имени Ленина по выставочной работе, Наталья Самойленко. Добрый день. Добрый день. Уже не библиотеки имени Ленина, а просто Российской Государственной Библиотеки. И куратор проекта, историк Ольга Барковец. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас приветствуем. Спасибо огромное за то, что вы к нам пришли, потому что тема очень интересная. Тема в этом году, которая так или иначе, конечно, в различных СМИ не только, безусловно, обсуждается. Это, разумеется, годовщина сто лет со дня революции. Ну, вы уже слышали только что, что библиотека не имени Ленина, друзья. Российская, государственная, да? Как еще раз, пожалуйста, Наталья? Просто Российская Государственная Библиотека. Вот, запомните, пожалуйста. Получается, главная библиотека в стране, да? Можно так сказать? Самая крупная библиотека Европы. И вторая библиотека в мире. Мы желаем вам стать первой. Обойти американцев. Ну, для этого надо построить еще один корпус. Потому что сейчас там всего лишь 47 миллионов томов у нас хранится. А сколько надо, Наталья, чтобы вот обойти? Я думаю, что для того, чтобы все было нормально, нужно угоить просто сейчас реальные площади библиотеки. Ну, надо рассказать обязательно, что же это за выставка. Вы расскажете, может быть, или нам зачитать, позволите, коротко. Как все началось, да. Экспозиция рассказывает об основных событиях в жизни Румянцевского музея в 1917 году и о его сотрудниках, для которых главной задачей было сберечь свои фонды. Надо рассказать для наших слушателей и зрителей, которые не знают, да, что на месте библиотеки раньше был Румянцевский музей. Ну, на самом деле, да, библиотека, которую мы знаем как главную библиотеку страны, появилась только в 1925 году. А Румянцевский музей появился в Москве в начале 1860-х. А он перебрался из Петербурга к нам, в свою очередь. Он перебрался из Петербурга, поскольку Румянцевский музей – это музей в первом своем, так сказать, виде коллекции графа Румянцева. И после смерти графа Румянцева музеи, библиотека графа Румянцева находились в Петербурге. Но находились они там в плохих условиях, мало ими занимались. А вот в Москве была и замечательная интеллигенция, и замечательные меценаты, которые решили, что для Москвы нужна серьезная библиотека. И замечательное место подобрано было, надо сказать. Это был публичный музей, и поэтому было принято решение действительно перевести Румянцевский музей в Москву. Для него было предоставлено самое красивое здание 18 века, построенное в конце 18 века в Москве. Это Пашков дом прямо напротив Кремля. И затем постепенно этот музей и библиотека стали разрастаться, менялись названия. Перед революцией он был императорским Румянцевским музеем. Красиво, красиво. Да, до Николая II, когда вот отмечалось 300-летие романов, посетил Москву, большие празднества. И вот в честь этого юбилея он и присвоил музею еще статус императорского. Кстати, сделал хороший подарок. Ну да, потому что вообще Румянцевский музей – это музей, который собирался благодаря дарам. Даже если это были дары от царской семьи, то это были частные дары. А большую часть даров делали меценаты московские. И 17-й год не случайно для нас, так сказать, это не просто год революционный, это год переломный в истории музея, потому что в этот год удалось не только сберечь все, что было, но и начали расти, чрезвычайно расти коллекции Румянцевского музея. Потому что люди просто приносили в музей, отдавали в музей. Чтобы сохранить все. Чтобы сохранить как бы под крышей музея то, что было ими собрано. А кроме того, начинался и процесс национализации. И цифры поражают. То есть одно само книжное собрание, которое к 17-му году насчитывало миллион двести тысяч домов, увеличилось до четырех миллионов. Своебразный такой банк культурного наследия получился. Потому что время было неспокойное. Да, причем в тяжелую годину, когда рядом громыхали, вообще-то говоря, взрывы, когда обстреливался Кремль, когда орудия стояли просто на волхонке. Но вот об этом, кстати говоря, я думаю, Ольга Исхаковна расскажет, потому что благодаря ее усилиям на выставке есть два совершенно потрясающих, например, листочка. Что это за листочки, мы узнаем чуть позже. А пока у нас музыка. Да, еще я очень хотела бы потом кротинчику пробежаться еще по истории библиотеки, когда она же все-таки стала библиотекой, куда же делась тогда Румянцевский музей. Чуть позже вернемся. Оставайтесь с нами, телерадиоканал «Страна.ФМ». Мы продолжим. Мы идем по разным полосам осторожно. Север-юг не притянуть Я хотел к тебе одной свернуть Это сложно Зайчик на стекле твое дар Не поймать никогда Но тебе я верил тогда Капли абсента Поджигай любовь И от ответа Ты ускользаешь вновь Капли абсента Поджигай любовь И от ответа Ты ускользаешь вновь Шаг вперед и два назад Все менять пыталась наугад Одно сложно Говоришь еще чуть-чуть Но чуть-чуть Никак нельзя вздохнуть Невозможно Зайчик на стекле твое дар Не поймать никогда Но тебе я верил тогда Капли абсента Поджигай любовь И от ответа Ты ускользаешь вновь Капли абсента Поджигай любовь И от ответа Ты ускользаешь вновь Капли абсента Капли абсента Дорогие друзья, чтобы ни капельки не жалеть об упущенном возможности, внимательно смотрите и слушайте телерадиоканал «Страна.ФМ». Вы будете лучше разбираться в истории. Конечно, мы сейчас продолжаем говорить и рассказывать вам о выставке, которая открылась в Ивановском зале Российской государственной библиотеки «Москва-1917. Взгляд с Ваганьковского холма». Наталья Самойленко и Ольга Барковец сегодня в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». И мы вот несколько ранее подошли как раз к 1917 году и стали говорить о том, что коллекция музея Румянцевского, который был на месте, библиотеки, нынешне стало пополняться. Огромное количество книг. Что еще стали приносить люди? На самом деле Румянцевский музей был хранилищем живописи, скульптуры, графики. И, собственно, вот сейчас, когда заходишь, например, в первые залы Третьяковской галереи, я имею в виду там, где висит картина Александра Иванова, где висит Федотов, где висят картины XVIII века, то половина – это все произведения Румянцевского музея. В том числе и картины Иванова. Откуда у нас название «Ивановский зал»? Потому что вот ровно в том помещении, где сейчас проходит выставка, на стене, где у нас показывается фильм, сделанный по нашим фотографиям про 1917 год, посел на полотное явление Мессии. А само это помещение когда-то было частью картинной галереи. Оно было частично снесено, когда построено было огромное здание книгохранилища. Поэтому вот память о Румянцевском музее, она у нас, собственно говоря, как в самом здании, так и в тех предметах, которые мы показываем. Выставка состоит из двух частей, скажем так, да? Вот если можно, расскажите, пожалуйста, подробнее о первой, о второй части. Я расскажу про первую часть, потому что это действительно вещи, которые происходят из Румянцевского. Румянцевский музей, его произведения были рассредоточены между Третьяковской галереей, историческим музеем, этнографическим музеем в Санкт-Петербурге, музеем изобразительных искусств имени Пушкина. Это происходило после революции. В 1924 году там не было. В 20-е годы. В 1925 появилась уже просто библиотека, а картина Иванова, кстати говоря, была вывезена только в начале 30-х годов. Музей изобразительных искусств имени Пушкина получил большую коллекцию западноевропейской живописи и кабинет-гравюр. И еще примерно 30 музеев по всей стране. То есть Румянцевский музей – это было крупнейшее учреждение, которое, если бы сохранилось, то в Москве, наверное, был бы второй Эрмитаж. Я тоже хотел сказать про этот Эрмитаж. Но надо было каким-то образом решать, что делать. Действительно, было два пути. Сохранять Румянцевский музей полностью или выделить из его состава уже очень большую библиотеку, а вещи раздать. Вот был выбран второй путь. Итак, ваша выставка – две части. Одна из которых… Одна про Румянцевский музей, где мы показываем реальные вещи из Румянцевского музея. Это и мебель, и скульптура, и живопись. Кроме того, мы взяли действительно из Музея изобразительных искусств Ивни Пушкина несколько живописных произведений, из коллекции Гима вещи, которые входили в коллекцию древности Румянцевского музея. Но все это соединено с рассказом о том, чем жили люди. Экскурсоводы работают или аудиогид какого-то строили. Работают экскурсоводы. У нас все, так сказать, можно прочесть. У нас это и даже услышать. Ольга Искаковна придумала «Радиоспектакль». Вот это да! Ничего себе! И мы выпустили к выставке не просто каталог, а мы выпустили книжку. Покажите, пожалуйста. Вот она у нас такая замечательная. Это популярная книга, которая позволяет легко ориентироваться во всей нашей истории и пройтись по всем. Можно приобрести ее там у вас, да, в библиотеке? А вторую часть выставки мы обязательно с вами узнаем в самое-самое ближайшее время. Оставайтесь с нами, телерадиоканал «Страна.ФМ». Телерадиоканал «Страна.ФМ». Один на всю страну. Итак, друзья, Москва, 1917 «Взгляд с Ваганьковского холма». Выставку, которую вы можете посетить, она открылась в Российской государственной библиотеке 14 июня, продлится до... Сентября. До сентября. Вот у нас в гостях сегодня Наталья Самуленко, руководитель проекта, замгендиректора Российской государственной библиотеки. Ну и Ольга Барковец, куратор проекта «Историк». Ольге мы сейчас слово и предоставляем с продолжением... О второй части выставки речь пойдет. Сначала с историей, наверное, да, в этом музее? Вы знаете, я все-таки вернусь к первой части, потому что очень важно было на этой выставке нам рассказать именно о людях. Вот как сотрудники Румянского музея жили в 1917 году? Что они делали? О чем думали? Выполняли ли они свои профессиональные обязанности? Да, вот представляете, рушится, особенно осень 1917 года. А за окном идет арт-обстрел Кремля. И главная мысль, не попал ли бы, там, скажем, снаряд в здание Пашкова, в коллекции. Но, слава богу, значит, не пострадал музей. И нам интересно было посмотреть именно срез. Вот что это были за люди? Как они приняли революцию в феврале и уже в октябре 1917 года? Есть ли какие-то документальные связи? Ну, конечно. Вот мне кажется, очень важно, что на этой выставке мы показали в том числе и документы. Впервые из архива Российской государственной библиотеки, из отдела рукописи. Это подлинные письма, записки, телеграммы. Вот Наталья сказала, что музей пополняется. А ведь пополнялся он в таких очень трудных условиях. Мы показываем три главных коллекции, которые пришли в Румянский музей в 1917 году. Первая – это, конечно, коллекция Льва Константиновича Зубалова, очень известный московский коллекционер. Его близкие вдова и сын, понимая, что происходит в Москве, в стране, чтобы спасти эту огромную коллекцию живописей, одна из лучших, они приняли решение подарить эту коллекцию Румянцевскому музею. И музей принимает ее в дар. Даже здание было передано. Следующая коллекция – это коллекция купца Егорова. Известный коллекционер, старый обрядец, купец. Кстати, купцами Москва вообще была богата. Причем купеческая столица, которые очень щедро жертвовали музею. Причем он сам стал жертвой Егорова. Да, он сам стал жертвой, он был злодейский, убит своей молельня. И вот хорошо, что Румянцевский музей вовремя смог вывести уникальную коллекцию церковных предметов, икон, панагии, образков. Мы как раз несколько и показываем на своей выставке. И третья огромная книжная коллекция, которая поступила – это из библиотеки Александровского военного училища. Юнкеры, которые защищали Кремль. Кстати, это училище находилось совсем близко, на Знаменке. Сейчас это одно из зданий Министерства обороны Российской Федерации. И вот буквально на следующий день после окончания боев в Москве библиотеку начали грабить. И чтобы спасти ее, буквально на подводах в считанные дни, эта огромная библиотека была перевезена в Румянцевский музей. И вот интересно читать протоколы Совета. Вот Наталья упомянула радиоспектакль. А мы озвучили голоса сотрудников музея, директора музея, князь Василий Дмитриевич Голицын. Представляете, вот... А о чем они говорят в этом радиоспектакле? Знаете, эти роски демократии уже с февраля проникли внутрь музея. Но они же были рядовыми людьми своего времени. Нижние чины... Нет. Нижние чины потребовали выработки новых правил на условиях справедливости. И теперь музеем с марта, кстати, он стал называться Государственный Румянцевский музей, стал управлять не директор, а князь Голицын. Хотя, конечно, он занимался, как сейчас говорят, оперативной деятельностью. Председателем Совета директоров. Ну, наверное, скорее так. А все стратегические решения, все основные решения принимал Совет музеев. Это уже такой демократический орган. В него входили, конечно, ведущие специалисты. И вот интересны эти протоколы, которые как раз рассказывают, какие проблемы решались, что обсуждали, какие принимались решения. И главная проблема была и задача именно продолжать оставаться хранителями цивилизации. Это цитата. Действительно. Хранителями цивилизации. Несмотря на вот этот трудный переломный год. Второе, они были живые люди. Всех были семьи, дети. Надо было выживать. Решался вопрос даже создать кооператив, учредить, чтобы там как-то продовольствием поддержать свои семьи. Что было дальше, мы чуть позже... Оль, да, простите богу, ради, что перебиваем. Да, мы обязательно должны сделать небольшую паузу, после которой обещаем продолжить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 газеты. Знаете, вот они внешне совершенно такие, ну, обычные, жёлтые. Но когда начинаешь читать, и думаешь, боже, чем же жила Москва? Там и свадьбы проходили, и тут же, значит, политические какие-то совещания. Причём и ведомственная газета, эта жизнь продолжалась. И обсуждают проблемы гигиены, да. Бухгалтеры решают свои вопросы, выпускают бюллетени. Да, выходит книга там Бабеля. Капитализм и проституция. То есть, понимаете, вот жизнь во всём многообразие Москвы. И когда мы обсуждали выставку, мы решили пригласить к участию нашего как бы давнего партнёра, друга. Это Наталья Дмитриевна Солженицына. Вот как раз во время одного из разговоров Наталья Юрьевна вспомнила, значит, что вот у нас такое хорошее сотрудничество, и возможно будут чтения романа «Красного колеса». И вот эта идея «Красное колесо», ну, конечно же. Ну вот, и у нас в итоге получилось чудесное сотрудничество. Отдельная часть выставки, посвящённая Солженицына. Вы знаете, когда мы начали искать правильные слова для того, чтобы передать атмосферу 1917 года, то оказалось, что действительно в романе «Красное колесо» Александр Исаевич очень точно характеризует вот атмосферу Москвы. Зацепились за это и решили показать часть архива Солженицына, потому что когда он работал над «Красным колесом», то ему присылались и фотографии подлинные, и документы. Он всё это систематизировал. И вот сам процесс систематизации, как выглядит этот фантастический архив, а он огромный, мы постарались показать на выставке. Но самое поразительное, что когда вот начали всё это складывать, когда начали обсуждать и с Натальей Дмитриевной, и с её помощниками саму идею вот этой части выставки, то оказалось ведь то, что родители Александра Исаевича Солженицына в 1917 году, у них начался роман, они познакомились рядом с Ваганьевским холмом, и на самом деле Александр Исаевич это такой продукт 1917 года. И это всё оказывается непосредственно связано с университетом, с этими местами, с Иверской часовней. Но вот для меня, например, на этой выставке было ещё одно открытие, оно как раз связано не только с фондами библиотеки, а с фондами как раз Государственного архива Российской Федерации. Это приказы. Мы их положили рядом, вот эти листочки приказов, рядом с фотографиями, где изображён разбитый снарядами Кремль. Ольга Исааковна, ну расскажите, что это за приказы? Значит, ну вот мы говорили, что мы пригласили к участию и Государственный исторический музей, и Музей изобразительного искусства имени Пушкина, картины, иконы. Но готовя выставку, мы подумали, что, конечно, подлинные документы, связанные с событием, революционными событиями в Москве, мы можем показать благодаря Государственному архиву Российской Федерации. И мы также пригласили их к участию. Это три документа, очень коротких, Московского военно-революционного комитета. Знаете, в этих небольших документах вот, ну, наверное, самая трагедия, вот эта страшная трагедия Москвы, когда Московский ВРК дает приказ об обстреле Арт-Кремля цинично, жестко и не думая, что разрушает древнейшие святыни. Да, была главная задача, значит, брак в Кремле, то есть Юнкера, и побыстрее. И побыстрее. И побыстрее. 30 октября был дан приказ, два дня обстрел и ливился Кремль. И только вечером 2 ноября, когда Юнкера уже сдались, вышло очень короткое боевое распоряжение, как это называется. Брак сдался, арт-обстрел превратить. Кстати, да, нарком просвещения Луначарский, узнав о страшной трагедии в Москве, о том, что разрушены древние святыни этой башни Кремля, и Никольский дворец, и Патриошеризница, и Чудов монастырь. Сильно пострадал Кремль. Но вот подал заявление Ленину, значит, вот, что не может продолжать, как бы, да, оставаться на посту, зная, какое кощунство, святотатство было совершено по отношению, значит, к Кремлю. На что ему Ленин ответил? По сравнению с тем прекрасным будущим, которое нас ждет, что такое здание, которое... Маркетинг, да. Друзья, сделаем небольшую паузу, У нас сейчас, да, да, должна быть музыкальная пауза, небольшая, и запускаем ее. Елка нам споет красивую, чудесную песню «Прованс». Друзья, выставка, конечно, достойна внимания. Мы так вот вне эфира немножечко поговорили, и нам и Ольга, и Наталья сказали, что, ну, минимум, полтора часа, конечно, нужно выделить, и это можно сделать реально для того, чтобы посетить. Время, когда и где, еще подробности далее. Поютное кафе На улицах с плетеной мебелью, Где красное вино Из местных погребов Больших шатон Ты можешь говорить, Что это только глупые мечты, Но в планах у меня Все, видимо, немного круче, Ведь завтра в 7.22 Я буду в Борисполе Сидеть в самолете И думать о пилоте, Чтобы он хорошо взлетел И крайне удачно сел Где-нибудь в Париже, А там еще немного И про вас Мордовый горизонт Бордовое, Бордовый горизонт Бордовый горизонт Поверить не могу Что это все уже Так близко, Ведь завтра в 7.22 Я буду в Борисполе Сидеть в самолете И думать о пилоте, Чтобы он хорошо взлетел И крайне удачно сел Где-нибудь в Париже, А там еще немного И про вас Субтитры подогнал «Симон» А завтра в 7.22 я буду в Борисполе сидеть в самолете И думать о пилоте, чтобы он хорошо взлетел и крайне удачно сел Где-нибудь в Париже, а там еще немного и трава Подождите с Провансом, в Москве есть замечательная выставка, которую вы не можете пропустить, дорогие друзья Российская государственная библиотека «Москва-1917. Взгляд с Маганьковского холма» Ивановский зал новый, да? Все правильно я называю? Правильно Расскажите нам, пожалуйста, Ольга, Наталья, как попасть можно? Во сколько открывается выставка? Сколько стоит, в конце концов, и как зайти в нее? Потому что мы уже узнали, что вход не через центральный вход библиотеки На самом деле, вход в Ивановский зал у нас со старого Оганьковского переулка Это тот переулок, который идет за книгохранением Между как раз библиотекой и архитектурным музеем Музеем и архитектурой Мещусева Вообще, вы знаете, есть еще одна история на нашей выставке Она называется «Совмещение прошлого и настоящего» Мы специально постарались показать нашим посетителям, как выглядел тогда вот этот холм, на котором все происходит и где сейчас живет библиотека Она занимает целиком сейчас Ваганьковский холм Открыт вход у нас отдельный как раз на эту выставку Это специальный открытый выставочный зал Он функционирует все дни недели, кроме понедельника То есть работает, как все музеи Москвы Работает он с 11 утра и до 8 вечера Ну и я надеюсь, что если следить на сайте за нашими новостями То можно увидеть и выставку, и послушать лекции Записаться на экскурсию И я, и Ольга будем водить людей по выставке Потрясающе Ну это не каждый день, но эксклюзивные экскурсии мы для наших посетителей тоже готовим На сайте информация будет, да? Будет информация на сайте А уже 22 числа начнет действовать лекторий Совместно с историческим факультетом Московского государственного университета И первая наша лекция это праздники непослушания Которая расскажет о студенческих демонстрациях в конце 19-го, в начале 20-го века в России В Москве и Петербурге, да? До какого времени продлится выставка? До какого времени нужно обязательно успеть? Выставка закончит свою работу 20 сентября Ее сроки определены тем, что на этой выставке мы показываем исключительно подлинные вещи Раритеты, а не копии И к этим вещам необходимо бережные отношения Они могут демонстрироваться не больше 4 месяцев Да, потому что все потом нужно опять куда-то в темноту, в архивы Потом нужно, да, это все бережно, в специальные папочки И действительно такие вещи показываются крайне редко Многое из того, что мы показываем на выставке, это действительно показывается впервые Но ведь эти вещи можно сфотографировать, если заинтересуются Мы вообще абсолютно современные люди И селфи нам не чуждо Нам не чуждо ни селфи, ни фотография Более того, чтобы сохранить память о том, что человек увидел, он уже не может без гаджетов И я бы еще хотела сказать, что библиотека сейчас живет действительно в современную эпоху У нас работает электронная библиотека К нам можно легко записаться Зарегистрироваться Зарегистрироваться Можно, собственно говоря, сделать заказы по электронному каталогу Работает национальная электронная библиотека Но это никак не понижает значение тех вещей, которые мы показываем на выставке И которые находятся в наших фондах Мы действительно к этим вещам сейчас начинаем относиться как к драгоценности А библиотека, которая когда-то начиналась как музей Сейчас в какой-то мере музеем вновь становится В общем, да Скажите, пожалуйста, вот вспоминая 1917 год Вы, вероятно, много материалов по этому периоду изучали Что вас больше всего лично поразило? Какие-то открытия, может быть, вы сделали, доселе неведанные вами? Скажите, пожалуйста Что-то касается, может быть, людей того периода Было ли что-то такое? Вы знаете, у меня на выставке есть любимый экспонат Это плакат, который, ну, мало ли он красивый плакат А текст на нем такой «Верю в столетие революции» Вот так Представляете, сто лет назад люди верили Что придет время, мы будем отмечать столетие революции Вот этот плакат у нас, даже он обвисит у нас отдельно И является такой доминантой на стене Конечно, открытие всегда есть Всегда, сколько бы ни занимался темой И 1917 год, я историк, я до этого делала какие-то проекты, связанные с революцией Открытие есть всегда Вот для меня открытие Это, конечно, сотрудники Румянцевского музея Ведь практически многие документы подняты впервые Запущены в научный оборот И вот то, что люди действительно проявили мужество профессиональное Это действительно, мне кажется, такое открытие для всех, кто придет и прочитает эти документы Ну и, конечно, то, что вы делаете сейчас Наталья, Ольга, это тоже подвиг Это тоже сохранение цивилизации Это просто работа Скромно можете говорить, на самом деле это так Вот примите наши, пожалуйста, слова благодарности С Романова, всего телерадиоканала Всей страны и от людей, которые либо уже сходили, либо отправляются и отправятся к вам на выставку Друзья, запоминайте еще раз Москва 1917 Взгляд с Ваганьковского холма Выставка, которую вы должны по возможности, конечно, посетить в Российской государственной библиотеке Пожалуйста, приходите Ну и два таких бытовых, наверное, замечаний от меня Если вы хотите провести культурно это лето, дорогие друзья, дорогие студенты, школьники, обязательно сходите на выставку С другой стороны, где еще можно познакомиться с культурными сверстниками? Наталья Самойленко, спасибо огромное Руководитель проекта, зам генерального директора Российской государственной библиотеки И Ольга Барковец, куратор проекта «Историк» Сегодня у нас чудеснейшие абсолютно гости Спасибо вам огромное Ждем вас от всей души Спасибо Обязательно постараемся также с Романом прийти к вам и успехов вам Спасибо До новых встреч